Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я сегодня в Мадоннском краеведческом музее. И тут проходит очень интересная выставка инструментов сельских музыкантов. Вот, я даже не знаю, как всё это называется по-русски, но тут есть аккордеон, тут есть, это называется цитрс по-латышски. Может быть, я найду это слово, как вы говорите, но абсолютно интересно. Вы на фоне слышите народную музыку. Латыши любят танцевать. Где бы они ни были, если играет музыка, даже это ресторан, если там не предусмотрены танцы, всё равно они пойдут танцевать. И сельские музыканты, а ещё если бал на природе, то это вообще супер. Субтитры создавал. Субтитры создавал. Моя дочь Анжелика училась в музыкальной школе и играла в сельской капелле. На аккордеоне и цитре. Цитр – это цитрс по-латышски. Субтитры создавал. У вас есть аккордеон. Расскордеон – это еще один из самых самых разных, как вы играете? Субтитры создавал. Субтитры создавал. Наши, с которыми ты играешь? Деревенская капелла Деревенская капелла Это небольшой ансамбль музыкантов играющих на загородных праздниках и мероприятиях, обычно исполняющий народную музыку на народных инструментах. Мероприятия, проходящие на природе в Латвии, называются «залюмбаллы». «Залюмбаллы» – это красивое и звучное латышское слово, которое используется для обозначения летнего мероприятия на свежем воздухе с музыкой и танцами. Бал на природе занял прочное место среди летних развлечений в Латвии со второй половины XIX века. Зелёные балы проходили вместе с театрализованным представлением, концертом хоровых песен, а затем светской частью с танцами. Такие балы проводились в красивых местах – парках, речных заливах, лугах, оврагах, городищах и замковых развалинах. Раньше, когда жителей на селе было намного больше, зелёные балы проходили между поздней весной и концом лета, обычно по субботам после работы, и праздники с танцами продолжались до раннего утра. Были и те, кто танцевал всю ночь и каждый танец. Традиция балов на природе в Латвии не исчезла, но с годами изменилась. Сегодня их можно посетить в основном в канун Иваново дня, на праздниках городов, на каких-то частных вечеринках или в некоторых местах ещё в Латвии после поминок на кладбище. Музыка 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 Кровеческий музей собрал очень интересную выставку народных инструментов. И чтобы получить полное представление о сельских музыкантах, послушайте моих земляков, Праулинскую капеллу Мадонского края, Праулейтис. Музыка Музыка Я надеюсь, вам было интересно. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите, узнавайте новое, веселитесь, танцуйте и наслаждайтесь жизнью вместе со мной. Ваша зажигалочка. Музыка 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 Музыка